Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины и описание этих картин. Фрина перед Реобагом. Жан-Леон Жиро. Холст масла 80 на 128. Согласно рассказам античных авторов, скульптор Прокситель изобразил богиню Афродита Обнаженной, что само по себе было кощунством. Моделью ему служила его возлюбленная, Гетера Фрина, что было кощунством вдвойне. По другой версии, Фрина исполняла роль Афродиты во время эллифсинских мистерий, являясь обнаженной перед народом. Оратор Евсий, отвергнутый поклонник Фрины, обвинил Гетеру в безбожию. Адвокат, знаменитый оратор Гепирид, видя, что его речь не производит на суд, а свое впечатление сдернул с Фрины одежды. Красота произвела такое впечатление на суде, что ее оправдали, ведь согласно греческим представлениям о прекрасном, столь совершенное тело не могло скрывать несовершенную душу. Жером, хотя и написал полотно на сюжет далекого прошлого, но адресовал его своим современникам. Немецкий историк Вольф обозначил эстетическую программу этой картины, как находящуюся на полпути между Энгром и Диларошем, учителем Жером. Внутри картины было скрыто дополнительное противопоставление. В центре композиции на алтаре помещена статуэтка Афины Паллады, богини мудрости, которую никогда не изображали ногой. В лицах судей были представлены все возможные реакции на обнаженное женское тело, от радостного восхищения и интимного умиления до страха и раздражения. Фигуру Фрины художник писал с модели-современница, а не ее античных изображений. Иными словами, Жером не эпатировал публику, а щадил ее консервативную часть, изображая стыдливость героини и сознательно отступая от античных источников. Ну, такое описание картины, описание из Википедии, картины Жан-Леона Жерома, Фрина перед Ариапарком. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok